Всем привет, дорогие зрители и подписчики, с вами Ниагара на ваших экранах Кома 2. Да, Кома 1 есть у меня на канале, и кто не смотрел перед 2 Комой, можно таки глянуть. Если не хотите, то немножечко расскажу, в чем сама суть. Значит, герой первой части Йон Хо, он застрял в Коме. В реальной жизни его тело увезли на скорой, он находится в больничке. Его медальон нашла Мина, она будет у нас здесь основным персонажем во второй части. Медальон от реликвия, портал, который переносит в мир Комы в альтернативную страшную реальность. Если из нее не выбраться, вот, то станешься там. Давайте начнем. Тайчик один. Жутко на самом деле, игра достаточно пугающая. Подожди, Йон Хо! Ты должен проснуться. Йон Хо, прошу. Три недели назад, мой лучший друг впал в загадочную кому и все еще не проснулся. С тех пор мне снится один и тот же темный сон о нем. Он совсем один в ловушке. Я понимаю, что это просто сон. Мне казалось, что мы будем неразлучны. Но где же ты теперь? Ты так крепко сжимал этот медальон, когда тебя нашли. Моему любимому брату, кто же ты? И почему мне кажется, что мы знаем друг друга? 20-50. Старшая школа Сехва. Да, там, в первой части мы тоже постоянно бегали по школе. Выбраться надо было. Ну и занудство. Рада, что все закончилось. А? Сообщение от Дахен. Сообщение. Красный кот. Как закончишь с бешеным псом? Жду тебя в туалете, это важно. Будто мне в радость сидеть в его классе. Интересно, что там может быть такое важное? Для передвижения нажимайте кнопку управления. Ага. Так, РТ. Бег. Ага. 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 Используйте кнопку взаимодействия для взаимодействия с окружением. А. И там что-то ломать. Осмотреть. Спуститься. Все, кнопка. Хорошо. Проверьте список целей, чтобы увидеть свою задачу. Р. Б. Задачи. Узнавайте с вами нахождение с помощью карт. Карта сюда. Ага. Так, это вот это. Ага. На карте будет отображаться так. Полезности. Вопрос. Это область интереса. Обязательно. Что? Нужно изучить восклицательный знак. Ага. В уборную надо сходить. Он ее там ждет. Все остальное пока у нас ничего такого там. Так. Ага. Бег. Это выйти. Угу. А поговорить можно? Иногда я прячусь в классе, чтобы прикорнуть. Зачем? Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Я знаю, что тут предметики разные нужно собирать. Тут поговорить можно. Лучший способ оставаться сосредоточенным. Поддерживать душераздирающую рутину. Все, как обычно. Я не вернусь домой до полуночи. До полуночи. На доске, по-моему, сохранение. Расписание группы вечерних. С 17.50 до 19.00 ужин. С 19.00 до 19.50 история о Корее. Духа, они доски до ночи учатся, что ли? Математика. До 10.00 английский. Вы что, сдурели? Снука учиться. Пешеный пес. Неизменный учитель математики в школе Сехва. Он хорошо справляется со своей работой, но имеет репутацию властного человека. Так. Здравствуйте. А я должна встретиться с Дахьон до начала следующего урока. Ага. Не, не пускай больше никуда. С этого лета ученики класса 3F переводятся в кабинет справа от центральной лестницы. Чтобы лучше отражать стандарт качества Сехва, класс будет переименован в 3-6. В нашем словаре нет места F. Отныне здесь будут проходить послешкольные обучения для новеньких директрис Али. Ну, ладно. Мне, по-моему, сюда. Нет? Ааа. Это другая дверь класса. Вот туалет. ПАКМИНА! ПАКМИНА! Ты там? Выходи, выходи. Эй, я здесь пытаюсь сосредоточиться. Ой, сорян. Чё происходит? Адням. Приветики. Боже, как неудобно получилось. Ну, знаешь, как говорят, терпение это добродетель. Ой, да ладно. Ну, как урок? Как обычно. Хотя Чонхо уснул и начал храпеть прямо во время лекции. Бешеный пёс так взбесился. Я думала, что его инсульт хватит. А теперь выкладывай. О чём таком важном ты хотела поговорить? Ой, точно. Короче, шла я в класс и наткнулась на Мюнгиля. Это не то, что мне было бы интересно услышать. Правда, но это напомнило мне, что я хотела сменить свой обычный маршрут. Кстати, я всё ещё натыкаюсь на этих тупых куриц из 2-5. Прям бесят. Может, ближе к сути. Тут кое-кому нужно уже идти. Слышь, раскомандовалась. Короче, Мюнгиль типа дал мне это и просил передать тебе. Вы получили письмё. Письмё. Ну и что там? Слышь, детка, мы пришли... Прошли девятый ининг. Может, хватит ломаться играть в скромнёшек? Обведи ответ. Да, нет. Искренне твой, Мюнгиль. О боже, шмой. Ну и фу. Аж мурашки от омерзения. Будто написано шестиклассником. Удивлена, Мюнгиль особо не млещет интеллектом. Ну, а что будешь делать? Раз он так любит бейсбол, то, возможно, скомкаю-то и брошу ему прямо в лицо. Если повезёт, то он отобьёт это письмо как можно дальше от меня. Ну, знаешь, он вроде как прав. Ты о чём? Мне не кажется, что уже хватит его динамить. Я его не динамлю. Просто не хочу расстраивать. Ты жаловалась на него в течение всего прошлого года. Хватит уже мямлить. Просто забей и скажи, что у него нет шансов. Ладно, я разберусь с этим. Что касается мямлить, почему бы тебе не сказать мне то, что на самом деле думаешь? Это тебе не ракеты строить? Ты люба любишь, либо нет? Мне кажется, что тебе тупо нравится внимание. Ох, ладно, забей. Разберусь с ним сама. Ну, что бы там ни было, ты бы не думала, делай это побыстрее. Я уже устала от его преследований. Ладно, поговорим об этом в другой раз. Мне пора в класс, мисс Сон. Ох, чтоб тебя. В чём дело? Я ещё не ела. Я забыла кошелек в классе. Можешь выручить и купить мне батончик Охана в кафетерии. Буду должна. Буду ждать тебя там. Ладно, только поторопись. Хватит ли денег на перекус? Ага. Рюкзак проверить это вот сюда. Так. РБ опять же. Предметы для заданий хранятся в другом отделении рюкзака. Их нельзя выбросить или использовать. Хорошо. Ага. У меня 10 тысяч. И водичка есть. Она восстанавливает выносливость. Скомканный портрет. Портрет этой девушки был внутри таинственного медальона. На обороте подпись моему любимому брату Пак Сумей. Угу. Письмо он Менгеле, в котором выражает свою любовь к вам. Он ждёт ответа. Балан. Ученица. Говоришь, тебе это письмо написал Менгель? Вот болван. А теперь извини. Те-хе-хе-хе. Так. В класс Мин... Мин Су... Ага. А, в кафетрии вначале, наверное, да? Так, мне нужно... Мы сейчас на другом этаже. Мне нужно спуститься и потом налево, да? Угу. Блин, так-то, конечно, нужно научиться нормально ориентироваться. Потому что придётся потом бегать. Вот и кафетерий. Ой, ну как? Убедитесь, что у Мины есть свободное место. Ну. Монеты использовать. Так, она... Что она просила? Батончик? Нет. Порчёные чипсы. Кстати, а себе-то тоже можем что-нибудь купить, да? Зелёный чай. Шоколадка. Вот это она просила. Так. Плюс один здоровье, два здоровья. Полностью восстанавливать здоровье. Пожалуй, куплю. Так, это же выносливость восстанавливать. Так. Я просто чую, что я это редко буду пользоваться. Энергичности больше не расходуются. Да? Ну, в смысле, его приняло как... А какое время не расходуются? Даёт бодрость. Блин. Я что-то боюсь сильно тратиться. Пока что не будем, да? Наших новых торговых фономатов каждый сможет найти что-то для себя. Мне очень нравятся батончики Охана. Я считала, что они используют какао-бобы сборная Гавайев. Ну, всё. Я купила батончик? Кому отдавать-то? Некоторые школьники стали носить газовые баллончики. Это лучше средство самообороны. Прикол. Лучше способ проснуться. Это выпить чашечку кофе деспрессо. Девеспрессо. Без него я бы вырубался на каждом уроке. Чего они от меня хотят? О! Думай, быстрее сюда идёт Менгель. Что? Я не могу сейчас с ним говорить. Задержи его. Ты что, прикалываешься? Ой. Эй, прыщавка. Какого чёрта, Менгель? Не называй меня так. Эй, чё с лицом? Я прикалываюсь, слышь. Одна из старшеклассниц из 2-5 сказала мне, что это твоя погоняла. Ха-ха. Не слушай их, чё я тебе? Да ничего, иду на поле, немного разомнусь. Я... Ты Мину не видела? Мину? Не, а... Давно не видела. Ты отдала ей письмо, да? Чё она ответила? Она это, типа, спешила, так что не думаю, что у неё было время прочитать. Эх. Ну тогда скажи, какого... Хе-хе-хе. Я! Ты глух, сихлузер. Тащи сюда свой зад. Сихлузер. Мина? Мина? Ну что оставился? У меня мало времени, толстопояс. Па-привет, Мингель. Ты принёс мой бед? Ты знаешь, я не могу играть в бейсбол на чёртов голодный желудок. Короче, с меня хватит. Мина, давай влезай. Хе-хе. Какого чёрта, Мина? Это было совсем не круто. Зачем ты позвала меня? Он почти поверил. Ты подставил меня, боже ж ты мой. Видела его лицо, когда мы пролетели мимо, как идиотки. И слышала, как он меня назвал. Безобидно ты постоянно так делаешь. Ты настоящая подставляла. Ой, ты чего? Слушай, давай-ка ты уже перестанешь быть бесхребетной. Ты не в первый раз меня так подставляешь. Короче, пора взрослеть. Теперь сама будешь решать свои проблемы. Блинский. Прям королева драмы. Что с ней не так? Я опаздываю. Пора идти в класс Миссон. А где у нас класс Миссон? Опять наверху? После туалетов. Здрасте. Закрыто. Привет, Мина. Опаздываешь? Все в порядке? Да, все хорошо. Но я немного беспокоюсь в последнем экзамене. Не переживай. Я сегодня раздам результаты. По правде говоря, я бы хотела поговорить с тобой об этом. После занятий. Лучше скажи, как там Янхо? Ты навещала его в больнице? Я беспокоюсь о нем. Я хожу к нему через день. Доктора все еще не могут сказать, проснется ли он вообще. Не подойду, Хамила. Если кто-то и может отправиться от подобного, так это Янхо. Последние несколько недель были тяжелыми для тебя. Да, было нелегко. Он мой лучший друг еще с начальной школы. Это так странно, когда его нет рядом. Все, хва теперь совсем другая. Послушай, если тебе нужно будет поговорить, я здесь, ладно? Тебе не нужно проходить через это одной. Да, спасибо. Это много значит для меня. Хорошо, поговорим об этом позже. Я должна сделать тебе веление. Пока-то что за мужчина? Привет, как тебя зовут? Я Пак Мина. Раз знакомства Мина. Сейчас. Ну вот. Так, что-то тут можно было бы еще собрать, нет? Какой смысл учать английский? Никакого, видимо. Прошу всех не шуметь. Переключаемся на английский. How are you all today? I am fine. Thank you. And you? I am doing well today, class. Я хочу познакомить вас с новым преподавателем школы Сихва. Этим летом он поможет всем улучшить свой английский. Hello, class. Меня зовут Шанс. Я очень рад встрече. Мне жаль, что я не могу остаться сегодня. Но я был рад поприветствовать вас. Завтра познакомимся получше. Увидимся позже, Шанс. Уверена, что вы все спешите узнать свои результаты экзамена. Я раздам их в конце урока. Мы закончим немного раньше. Я хочу, чтобы сегодня вы все увидели красную луну. Это редкое явление. А сейчас, пожалуйста, откройте страницу в 84 в своих учебниках. 22 урока кончен. Нет, страница, что они прям до ночи учатся. Я получила Би-плюс. Не могу поверить, что со мной не так. Из-за этого Мессон задержал меня после уроков. Кариба добраться домой отдохнуть. Кажется, я последняя. А это разве не... Сихо? Что он все еще здесь делает? Старая кладовая. Я думала, она всегда заперта. Интересно, что там. Интересно. Темно. Могу поклясться, что он только что вышел сюда. Сихо? Куда он делся? А фонарик у меня есть? Так, подожди. Мессон оценил ваш экзамен по английскому на печальную... Би-плюс. Так, это Личуке. Уносливость и это хп-шки. Полностью восстанавливает здоровье. Окей. Окей. Отсюда видно, как поднимается Красная Луна. Довольно зрелищно. Кто-то возвел здесь странную самодельную святыню. Здесь фотография той девушки с модельона Инхо. Что тут написано? Сегодня взойдет четвертая и последняя Красная Луна темной тетрады. Тетрады какой-то. Когда начнется великий скрежет, врата умбры распахнутся и впустят мою злобную сестру в наш мир. Только тогда она отпустит мою проклятую душу. Я... Как-то мне нехорошо. Сработало. Действительно сработало. Да еще медальон принесла. Отлично. А вы нормалы, такие предсказуемые. Ах, кто-то идет. Опять они. Черт, 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 черт. Почему они не отстанут от меня? Парень сбежал. Снова. Он обманчиво быстро. Правда, что-то обронил. Это не тот артефакт, который мы ищем. Это просто бесполезная зажигалка. Узнаешь эту девушку? Видел ее раньше. Ученица всех выезд. Класса сон. Как она попала в кому? Это не наша забота. Сосредоточься. Сегодня у нас есть проблемы. Мы поважнее. Этой пташке повезет, если переживет хотя бы ночь. Где Хэнбой? Его не видно с тех пор, как мы и прибыли. Он. У него свои приоритеты. Просто поймай этого наглеца до того, как он начнет доставлять проблемы. А я найду лунный ладан. Все остальные знают приказы министра. Помните, наши миры связаны только этой ночью. Нас нет времени и право на ошибку. Тогда не стоит медлить. Идем. Ничего, пока не поняла из того, что они говорят. Но что происходит? Мы переместились. Который сейчас час? Боже мой. Я потеряла сознание. Ни черта не вижу. Что это? Вы получили странную зажигалку. На Х. Ага. Будьте осторожны со светом вашего грамма. Для чего их обнаружить? Ага. Узнавайте свое место нахождения. Про карте. Так. Места книг воспоминаний еще имеют полезный пример. И является укрытием. В смысле, в шкаф можно здесь книги читать и осматривать. Это важны места, на которые стоит обращать внимание. А так, я в старой кладовой. Мне нужно на первый этаж, да? Угу. Так, ну-ка. Так, ага. Она бесконечно горит. На столе лежит открытая книга. На ее страницах наскоро нацарапано несколько имен. Будьте бдительны и не затеряйтесь в коме. Напишите свое имя в книге воспоминаний. И не забывайте себе. Себя. Х. Мое имя. Имя важная часть мира комы. Забудете его, Мина потеряет рассудок и будет проживать свои кошмары снова и снова. Используйте книгу воспоминаний, чтобы записать имя Мины. Вы можете перезагрузить игру с этого места. А, ну-ка. Сохранение. Ну-ка. Если б не музыка, я б, наверное, так не испугалась. Тела выглядят так, будто сделаны из воска. Их неестественные позы создают жуткое зрелище. Это место, что здесь не так. Нужно выбраться отсюда. Должно быть, это какой-то плохой сон. Падающие тела так, с потолков выпадают. Если они заденут вас, здоровье снизится. Если вас ранят когтистые руки, истекаете кровью. Так, снижает запас здоровья. Если капелька появится, у меня будет постепенно снижаться, как отравление. Так, от кровотечения теряется. Используйте бинт. Уклонение. Используйте много выносливости. Однако от этого может зависеть вашу ЛТ. Уклонение ЛТ. Блин, еще. А, вау. Сос. Так, слушай. Значит, а мне нужно вниз. Я могу вообще спуститься? Вот там пройти. Вот тут вот. Так, подожди. Первый этаж. Я на первом. И мне идти вот сюда, да? Рядышком. А тут закрыто, нет? Если есть кто-нибудь, выпустите меня. Кто-нибудь, прошу. Дверь полотна закрыта. Здесь есть памятка. Выходите через западный корпус. Охранник. Я могу добраться до западного корпуса через кафетерий на третьем этаже. Понятно. Закрыто. В кафетерии. А мне, в принципе, можно пройти вот здесь, потом подняться на два этажа и сразу в кафетерий. Можно же так сделать, да? Я пока не побегу. Мне что-то сильно страшно. Так, может взойти? Нет. Ну-ка. Мы заменяем класс общественных наук в пользу технологий жилищной экономики. Учащиеся школы сихва должны научиться ценить практически навыки выживания, такие как инженерия, шитье, кулинария, рукоделия. В конце концов, разове вы не должны уметь хотя бы вкрутить лампочку управляющему. А, здесь разрослась и укореневость иностранных щупальцев. Вот там он, морда еще какая-то. А мне не будет хватать. Короче, я не могу, да, получается, здесь пройти. Да, закрыто. Мне придется идти на третий и там пробежаться. Или по-второму. Начинается квест. Накрыто. Там кровь. Может здесь стоит пройти? Пойду пока потихонечку. Что такое? Питание. А, карточка нужна. Ух ты! Деньги! И тут заросло все. Так, а это отмечается у меня на карте? Да. Значит, через третий этаж. Хорошо. Давайте пройдемся. Ага. Хе-хе-хе. Что-то становится немножко страшно. Так, ну мне вообще все по прямой получается. Там тоже, может быть, заросло. Тогда придется как-то обходить. С четвертого спуститься, если. Тут, наверное, не пройдешь. Упокойно. Что-то прям дойду. Да ладно. Хе-хе-хе. Мало ли. Что-то мы, по-моему, бесконечно идем. Я где? Я почти дошла. Опа. А тут даже вниз спуститься нельзя. Там, по-моему, заросло, да? Ой, я дошла. Нифига себе. Ну, в начале они, конечно, не летуют. Не летуют. Эта девушка. Эй, ты в порядке? Она странно выглядит и разумно будет не подходить к ней. Когтистые духи. Так, ну они кровотечение приносят. Ну, их трудно обнаружить, если вы не будете осторожно следить за ними. Я ее пробежала. Эти контейнеры помечены странной эмблемой. Эти припасы предоставлены министрам. Берите то, что нужно, чтобы закончить работу охотники на духов. Хюнбэй. Похоже, их уже открывали. Интересно, осталось ли что-нибудь полезное? О, бинтик. Вай-вай, как хорошо. Монеты. Запишусь. Ну, что? Шоколадка заполнен. А пусть пока останется. В кафетерии мы еще будем возвращаться. Вы получили вырванную страницу. Так, собирать вырванные страницы. Эти страницы могут открыть сведения Америкома. Это вот сюда направо. Жизнь. Жизнь. Жизнь в Кван-Джу, Суми. Я родилась в скромной семье в осенью 1938 года. В семь лет мы жили в нашем небольшом семейном домике в Кван-Джу. Мой отец был фермером, выращивал рис и ячмень. Мать работала на хлопковой мельнице. Мы со старшим братом сухо занимались домашними делами, которыми не успевали заниматься наши родители. В те годы каждый работал в меру своих сил. Работу нужно было делать, и мы работали с большим усердием. Это были трудные годы, но мы были счастливы, потому что мы были вместе, находя друг в друге утешение и смех. Мне что, теперь выйти надо? Кафетерий. Добраться до западного корпуса. Мне, типа, через него выйти? Ой, давайте, наверное... Я раз записку прочитала, я еще раз запишусь. На этом самом месте остановимся. Такое вот первое у нас знакомство и погружение в игру. Спасибо вам большое за просмотр. Продолжим обязательно очень скоро. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Все. Пока-пока.